Недавно мне в комментариях задали вопрос по поводу насекомых и сказали, что... Последние исследования показали будущее пищи за насекомыми. Жуки на ужин? Есть насекомых? Они хотят, чтобы к 2050 году мы ели насекомых, потому что население Земли вырастет до 9 миллиардов человек. И якобы еды на всех не хватит. Все знают про эту движуху. Изменения климата, коровы вредят экологии. В общем, пора искать другой источник пищи. Моя миссия в жизни — вывести жука со вкусом бекона. Нам даже говорят, что придется отказаться от сельского хозяйства, с пастбищами и фермами, потому что коровы испускают метан, а он разрушительно влияет на окружающую среду. Одна из популярных замен — насекомые, потому что в них много белка, и они очень питательны. Давайте рассмотрим эту тему поближе. Если взять 100 грамм этих жуков, то в этих 100 граммах содержится 12 грамм белка. Где-то 5 грамм жира, 5 грамм углеводов, немного железа, немного жира. Но достаточно ли 12 грамм для нашего тела? Вообще-то нет. Если посчитать, сколько надо съедать этих милых созданий для дневной нормы белка, то нам нужно съедать в 4 раза больше. Целая ведерко кузнечиков. Но для большинства людей нужно есть в 8 раз больше каждый день, чтобы получать норму белка. Ну, наверное, жуков можно истереть в пюре, добавлять в пиццу, в гамбургеры, посыпать сахарком, и это решит проблему. Но что насчет цены? Должно быть, это дорого. Но цену можно уменьшить, кормя насекомых дешевым кормом, например, кукурузой, соей, свекольным сахаром, но при этом снижаются питательность и количество белка. И это уже проблемка. Разводить здоровых насекомых — это довольно дорого. Во-вторых, всем придется отказаться от своих традиционных и культурных блюд, и на это требуется время. По-моему, первый укус дается сложнее всего. Потом люди думают, ух ты, а это вкусно. О, как хрустит! Третье. Это, пожалуй, самое важное. Если сравнивать насекомых с говядиной, то они вообще не похожи. Те, кто говорят, что они похожи, врут и не краснеют. Они даже близко не похожи. Я сейчас даже не про белок. Я имею в виду качество белка, питательность. Речь обо всем, что есть в говядине, но отсутствует в насекомых. Так что не верьте в то, что они похожи. Четвертое. Насекомые переносят болезни. В 2019 году на нескольких фермах по разведению сверчков проводилось исследование, которое обнаружило, что в 81% сверчков были паразиты. 30% из них были потенциально пододенными. Также часто в них находили червей, вирусы, бактерии и грибок. Такие вот у нас стандарты безопасности. Чтобы уничтожить все бактерии в насекомых, их придется готовить, обрабатывать высокой температурой. Но это уничтожит и нутриенты в них. На этих насекомых используют пестициды, и это никак не регулируется. С помощью определенных химикатов можно управляться с разными микроорганизмами, которые живут в насекомых. Далее, у людей с аллергией на морепродукты будет аллергия и на насекомых из-за схожести белков. Поэтому люди с аллергией на морепродукты есть насекомых не смогут. Ещё у насекомых экзоскелеты, то есть скелет у них снаружи тела. И скелет этот в основном состоит из соединения под названием хитин. Это антинутриент. Люди не могут его переваривать. Также он блокирует витамин А и витамин Е. Это ещё один минус. По сути, они проводят эксперимент на людях, побуждая их есть насекомых. чтобы через несколько лет увидеть результаты. Лично я считаю, что насекомые не смогут стать будущим нашего питания. У этого слишком много минусов. Если же вы хотите узнать, что вы, по моему мнению, должны сейчас есть, чтобы укрепить здоровье, о самой здоровой диете, посмотрите видео, которое сейчас появится вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok